Новозаветные гамологумены Морциона. Опять обратите, пожалуйста, внимание на то, что в современном христианском мире идут споры по поводу авторства некоторых посланий апостола Павла. В те времена, в древние времена, в ранние церкви таких споров практически не было. Вот это споры более поздние. Были книги, о которых спорили, но никак не послания апостола Павла. С этим все понятно. А теперь к вопросу Валерия. Новозаветные антилегомены. Семь книг, по поводу которых были определенные возражения, которые подвигались к сомнению. И вот сейчас о каждой книге мы коротко с вами поговорим. С посланием к евреям произошла следующая вещь. Вообще говоря, давайте-ка мы с вами начнем читать послание к евреям. Мы прочтем буквально несколько стихов. Мы уже это делали, но ничего страшного, можно еще раз. С первой главы, с первого стиха, ну и вперед. Кто-нибудь, кто еще не читал, пожалуйста. Стоп, стоп. Обратите внимание на первое вот это начало. Обычно в послании называется Павел, апостол Иисуса Христа, или там Иоанн, я Иоанн, или еще что-то такого плана. А здесь смотрите, что, во-первых, он не представляется. Во-вторых, Бог, говоривший через пророков, теперь говорит нам. То есть, какое-то такое дистанцирование себя. Вроде бы, даже автор послания к евреям не называет себя пророком. Непонятно, кто это написал. Непонятно, какова природа этого послания. И вот тут начинается забавная вещь. Потому что, ну, давайте так. Если вас спросить, особенно тех, кто в колледже не учился, кто автор послания к евреям. Ну, вы просто посмотрите вверху в Библии, в послании, что написано. Кто автор послания к евреям? Тут написано «Апостол Павел». Все очень легко, все очень просто. Значит, дело в том, что в Восточной Церкви, в Греческой Церкви, авторство апостола Павла, в общем-то, никогда не подвергалось сомнению. Действительно, Восточная Церковь всегда полагала и полагает, что Павел написал послание к евреям. Вот в Западной Церкви по этому поводу уверенности не было. У того же Августина по этому поводу уверенности не было. И отцы Церкви, отцы Западной Церкви, прежде всего, ставили это послание под сомнение, ставили его каноничность под сомнение в связи с тем, что непонятно, кто его написал. И каким авторитетом оно написано. Оно известно довольно рано. Цитируется оно довольно рано. И вот это, на самом деле, стало одним из решающих факторов, которые все-таки позволили увидеть в нем книгу каноническую. Но проблема авторства для этого послания оказалась очень и очень серьезной. Следующее послание, по поводу которого спорили, это замечательное совершенно послание Якова. Августин выступал против этого послания. Потом Лютер, Мартин Лютер, через много веков тоже выступал против этого послания, говоря о том, что это послание содержит неортосальные богословские взгляды. Это спасение по делам. Лютер был человеком весьма таким суровым, на самом деле. Мы так представляем, отец реформации, отец реформации. Но, понимаете, чтобы произвести реформацию, чтобы Бог тебя для этого использовал, нужно быть человеком таким решительным. Вот Лютер, среди прочего, называл это послание соломенным посланием. Или посланием из соломы. Как материала, который сгорает, который не вечен. И в своем немецком переводе Нового Завета Лютер поставил послание Якова в самый-самый конец. Ну, то есть, как бы вычеркнуть его оттуда нельзя, а сомнения серьезные. Эти сомнения были и у отцов церкви. Но, опять-таки, да, и еще один источник сомнений – это авторство. Вот Яков какой? Каких Яковов мы с вами помним по Новому Завету, и какой из них, скорее всего, автор этого послания? Брат Иисуса. Брат Иисуса Христа. Младший. Да, а еще… Младший брат. А еще ведь был Яков, помните, тот самый Яков, которого умертвил Ирод мечом в 12 главе «Деяния апостолов». Есть гипотеза, что именно этот Яков написал послание, но она, в общем-то, практически ничем не подтверждается. У него даже времени не было написать послание. И текстом, и тоном послания подтверждается именно то, что это тот Яков, про которого сказали, брат по плоти, брат Иисуса Христа. Вот. И очевидно, что он потом, мы знаем из «Деяния апостолов», что он потом имел служение в Иерусалимской церкви. Вот. Но вот содержание послания и некоторая непонятность с его авторством представляли проблему. Второе послание Петра. Второе послание Петра. Чем Петр не понравился? Это подлинный. Вопрос подлинности. Значит, о чем идет речь? Второе послание Петра и послание Иуды очень похожи. По стилю второе послание Петра существенно отличается от первого послания Петра. Я уже говорил, неоднократно говорил, что это греческий язык с серьезным еврейским акцентом. И еще один момент интересный во втором послании Петра напрягал исследователей. Второе послание Петра, третья глава, с самого первого стиха. Начните, пожалуйста, читать. Это уже второе послание Петра к вам возъявлено. В них напоминаем, возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, предреченные святыми прожорками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Вот такие фразы очень напрягали исследователей. То есть, такое ощущение, что пророки, апостолы уже в прошлом, Петр или автор этого послания, который, возможно, даже и не Петр, себя с этими пророками и апостолами не идентифицирует, не отождествляет. Он напоминает о том, что я пишу вам это второе послание, но при этом, как говорили критики, вот этой силы, этой авторитетности здесь нет. Интересно, что в некоторых изданиях Библии, даже в современных изданиях Библии, например, так называемой Брюссельской Библии, в комментариях ко второму посланию апостола Петра говорится буквально следующее, что, скорее всего, автором этого послания не был Петр. Но все равно это послание полезно для нашей жизни и благочестия, и поэтому мы его и читаем. Второе послание Петра было, пожалуй, самым оспариваемым посланием, самой оспариваемой книгой из всего Нового Завета. В канон оно попало, и каноническим было признано, потому что хождение его было очень широким, древнее признание у него было. Но вопросов именно по этой книге было больше, чем по поводу других книг. Со вторым и третьим посланием Иоанна, я думаю, все понятно. Ну, давайте начнем с того, что прочитаем второе послание Иоанна, первый стих. Старец избранной госпожи и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Итак, старец. Во-первых, старец. Он не называет себя апостолом, он не называет себя служителем, он не называет себя старцем. И возникал вопрос. Вот этот старец, это действительно тот самый Иоанн. По стилю, кстати, получается, что да. Несомненно, но уже стиль первого, второго и третьего послания Иоанна одинаков. Но это он сам или кто-то это писал в его стиле? И третье послание Иоанна, давайте начнем его читать. Тоже там интересно. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Опять старец. И во втором и третьем послании мы также видим, что это личные письма. Первое послание Иоанна обращено к церквям, в церквям Малой Асии, где он, собственно говоря, и служил. Второе и третье послания Иоанна – это личные письма. Понимаете, если бы это были просто личные письма, но не было бы вот этого старец, наверное, ситуация была бы проще, потому что, ну допустим, у Павла есть же личные письма, послание к Филимону, никогда никаких проблем с этим посланием не возникало, серьезных. А здесь и личное письмо, и проблемы с авторством, и послания к тому же очень короткие. А поэтому в ранних рукописях, во многих ранних рукописях, как вы помните, этих посланий не было. И в ранних канонах этих посланий не было. Вот и возникли проблемы с идентификацией, определением каноничности посланий, второго и третьего посланий Иоанна по всем вот этим причинам. А что касается старца, решение проблемы на самом деле было найдено, поскольку он пишет личные письма людям, которых он знает, ему совершенно не обязательно было рассказывать, кто он такой. Они его знают лично, ему не надо представляться им. Поэтому апостольское представление здесь и не нужно. То есть начало на самом деле обусловлено тем, как он хорошо знаком с этими людьми. Ну, по крайней мере тем, что он знает их лично. Вот представьте себе, допустим, я решил написать письмо Юлии. Юлии. Я говорю, Юлии от преподавателя твоего, видведшего у тебя, читавшего у тебя то-то, то-то и то-то. Вот мне это не надо делать, просто потому что, собственно говоря, даже имени будет достаточно. Если бы писалось письмо какой-то более широкой группе людей, среди которых есть люди, которые знают и которые не знают, тогда была бы нужда в таком представлении. Вот именно по этим причинам у послания были проблемы с включением в канон, но эти проблемы также были решены. И, наконец, последнее. Это послание Иуды. Во-первых, вопрос с подлинностью. И в связи с тем, что оно очень похоже на второе послание Петра, у которого тоже были проблемы. И в связи с тем, что там цитируется книга Еноха, это ветхозаветный псевдоэпиграф, как мы помним. Ну, так и что? Павел цитирует греческих поэтов. Ничего страшного в этом нет. И послание Иуда было принято в канон. А еще одно, еще одна книга, у которой тоже были проблемы. Откровение Иоанна Богослова. Слушайте, кто знает слово, которое написано дальше в скобочках? Кто объяснит, что это такое? Хелиазм. Хелиазм. Хелиазм – это тысячелетнее царствование, учение о тысячелетнем царствовании. Если вы откроете в 20-ю главу книги Иоанна Богослова, откровение Иоанна Богослова, можно сейчас этого не делать, просто чтобы немножко сэкономить время, вы узнаете о том, что Христос будет царствовать, будет тысячелетнее царствование, там именно тысячи лет повторяется. Эта доктрина о хелиазме долгое время оставалась одной из самых непонятных христианских доктрин. Мы с вами, евангельские христиане, считаем, что тысячелетнее царство будет буквально. Вот прежде чем Иисус сотворит новое небо и новую землю, 21 глава Откровения Иоанна Богослова, будет вот это время тысячелетнего царства Иисуса Христа. Но на протяжении многих веков по поводу этой доктрины были серьезные вопросы. И в классическом христианском богословии тысячелетнее царство ассоциировалось с началом эпохи церкви. Вот Христос уже царствует сейчас, и это тысячелетнее царство уже идет, не обязательно оно будет идти именно тысячу лет, поскольку у Бога тысяча лет как один день, то есть время в данном случае относительно. Вот Христос уже царствует через свою церковь. Но тогда возникает вопрос, ведь в тысячелетнем царстве по Откровению Иоанна Богослова сатана на протяжении тысячи лет действовать не может. Он скован. Он начинает действовать в конце этого тысячелетнего периода снова, но на протяжении всего этого времени он скован. Сказать о том, что в этом мире сатана не действует, очень и очень сложно. А можно вывернуться, сказать, что вот в церкви он не действует, а в вашей действует, но тогда у вас не истинная церковь, в истинной церкви он точно не действует. Вот такая эквилибристика, богословская эквилибристика продолжалась довольно долго, и как раз вот это учение о хелиазме, о тысячелетнем царстве, сложность принятия этого учения стала причиной возражений против принятия Откровения Иоанна Богослова. Вот, но, как мы с вами знаем, к 367-му даже году, к списку Афанасия Великого, и уж тем более к синодам гиппонскому и карфагенскому, этот вопрос, вопрос о каноничности этих книг был решен. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А есть ли у вас вопросы, пожалуйста? Да, у меня есть вопросы о послании к евреям. Каким образом выяснили, что это послание Павла? Никаким. До сих пор не понятно. До сих пор споры по поводу авторства существуют. Если вы возьмете книги по посланию к евреям, там есть разные кандидаты на авторство. Это и Варнава, и Аполлос. Это явно человек, который хорошо знал еврейскую культуру. Это явно человек, который хорошо знал Ветхий Завет. Если это Павел, непонятно, почему он о себе ни разу не заявляет. А принятие этого послания в Восточной Церкви скорее все-таки традиционно. То есть мы по традиции принимаем его как послание Павла. Но если вы посмотрите литературу, то споры по этому поводу до сих пор идут. Тем не менее, это все равно каноническая книга, все равно она богодухновенная и авторитетная. Правильно, Наталья? Значит, и вот тут есть некая такая сложность. Очевидно, что автор послания к евреям пишет с апостольским авторитетом. И это послание не содержит доктрин, учений, которые бы противоречили другим текстам Священного Писания. Это раз. А во-вторых, послание к евреям, в отличие от псевдоэпиграфов, которые мы с вами будем говорить буквально через несколько минут, послание к евреям активно цитировалось с ранними отцами Церкви и присутствует в ранних рукописях. В ранних рукописях Священного Писания. То есть, очевидно, у него было раннее признание. Вот как раз это раннее и достаточно широкое признание и решило вопрос о каноничности данного случая. Но вопрос об авторстве этого послания на самом деле действительно остается до сих пор. Еще вопросы? На слайде указано 2 Петра, 2 Третья Иоанна – подлинность. А по сути, тоже под сомнение ставится авторство. 2 Петра, да. Во 2 Петра и 2 Третья Иоанна – авторство, тоже ставится под сомнение. Я думаю, что это моя ошибка в формулировке. Здесь нужно было бы сказать и авторство, и подлинность. Разница в следующем. Когда мы говорим об авторстве, вопрос «Кто был автором послания?» Когда мы говорим о подлинности, вопрос «Вот тот текст, который мы имеем в данный момент, соответствует ли он тому тексту, который первоначально написан?» То есть, подлинность – это вопрос текстологический. Авторство – это вопрос происхождения той или иной книги. Все-таки с этими посланиями… Знаете, беру свои слова назад. Все-таки с этими посланиями главным вопросом был вопрос авторства. Главным вопросом был вопрос авторства. Действительно ли те люди, которые называются авторами, были таковыми? А вопрос о текстологической подлинности там не стоял. То есть, достаточно было рукописных подтверждений, чтобы установить, что текст действительно подлинен. Но откуда он, каков его источник – другой вопрос. Так что, да, здесь все-таки авторство. Главный вопрос об авторстве. А еще можно вопрос? Да. Канон Марциона и Мураториев канон на каком языке были? Да, хороший вопрос. Это об… Значит, канон Марциона греческий. Он… Давайте немножко назад отойдем. Вот для чего. Во-первых, когда мы читаем Евангелие, допустим, Евангелие от Матфея, за греческим текстом, очень часто можно проследить еврейский подтекст. Мы отлично понимаем, что Иисус говорил на арамейском языке, а не на греческом. То есть, на греческом это изложено, потому что греческий язык был так лингво-франко, язык международного общения для того времени. А Иисус говорил на арамейском языке. На протяжении многих столетий шли поиски, и поиски оказались безуспешными. Иногда вроде бы казалось, что что-то вот-вот найдут, но так ничего до сих пор не нашли. Мы шли поиски прото-евангелия, то есть, некоего еврейского или арамейского материала, на котором основывались евангелисты. Помните, ведь Лука говорит о том, что он воспользовался другими источниками. И Лука был вместе с апостолом Павлом, нес служение вместе с апостолом Павлом, мы об этом знаем из деяний, но с Иисусом на протяжении его земного служения он не ходил. Лука исследовал источники. И вот вопрос был бы, вот бы эти источники найти. К сожалению, их не нашли, а может быть, и к счастью, не знаю, Бог так решил. А канон Марциона, список Марциона был на греческом языке, причем надо понимать, что это не текст всего Священного Писания, это просто перечисление книг Священного Писания, перечисление книг, которые он принимает. То же самое с каноном Муратори. Это страница из рукописи, другие страницы ее также сохранились, страница, которая, по сути, представляет собой содержание рукописи. И поскольку это содержание, в ней и перечисляются все остальные, все книги, которые в эту рукопись вошли, тоже на греческом языке. Но из этой рукописи сохранились очень-очень немного страниц. К счастью, вот этот список, перечень сохранился. Но и то, и другое греческие тексты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok